Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги притчи «Перевод российского библейского общества. Читаю для библейского портала экзегет». Ну, мы уже видели, как такой герой, ну, два героя, ну, лучше сказать, идеальный рассказчик, идеальный слушатель в этой книге. И вот идеальный рассказчик – это у нас с вами такой пожилой, мудрый отец, идеальный слушатель – это молодой, неопытный парень, его сын. И, наверное, к этому моменту наш идеальный слушатель уже говорит, папа, ну, ты уже утомил, да, вот чего ты мне все рассказываешь, рассказываешь. Сам ведь тоже был молодым. Чего, не знаешь, как это бывает? Вот в начале Четвертой главы папа ему отвечает. «Слушайте, сыновья, наставление отца, внимайте, набирайтесь ума. Ой, это уже все надоело, говорят сыновья. Ведь я учу вас добру, не пренебрегайте наказа моим». То есть, это не просто так. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо в жизни. И дальше. «Были отец с матерью и у меня. Был и я для них любимцем ненаглядным». То есть, я же был в вашей роли, я знаю, каково это. И смотрите, были отец с матерью и у меня, был я для них любимцем. Вот, когда выходишь из юности, начинаешь понимать, что родителей у тебя только один комплект, и другого не будет, да. А когда они стареют, когда они умирают, то в каком-то смысле уходит вот это твое детство, твой подростковый бунт, который, может быть, остается на всю оставшуюся жизнь. Он лишается смысла, потому что бунтовать уже нет против кого. Вот у меня был этот опыт несогласия, говорит наш лирический герой, рассказчик, несогласия с моими родителями. «Теперь-то я понимаю, как это было ценно, и я передаю это тебе дальше». Вот как отец получал меня. Даже не я говорю, я лишь передаю то, что я от него получил. «Сохрани в сердце мои слова, соблюдай заветы мои, будешь жить. Приобретай мудрость, обретай знания, не забывай и не отвергай того, что сказал я. Не покидай мудрость, и она сохранит себя, люби ее, и она обережет себя. Я тебя не буду оберегать всегда, говорит отец, я смертен. Я уйду из этой жизни, может быть, еще прежде моей смерти я стану не способен тебе помочь. По немощи, по старости, по болезням, по разным обстоятельствам жизни мудрость останется с тобой. Мудрость тебя обережет. Моя власть над тобой, моя защита, они ненадолго. Но есть что-то такое, что защитит всегда, и я стараюсь передать себе это. Мы не можем изменить наших детей. У меня трое, я прекрасно это понимаю. Вот они такие, какие они есть. Часто радуют, иногда огорчают. Иногда хочется переделать что-то в своем ребенке, невозможно абсолютно. И с какого-то момента понимаешь, что ты отпустил их в мир, дальше они сами. Вот хоть ты тресни, хоть ты ночей не спи, но дальше они сами. И если ты успел, даже не то, что научить их мудрости, это, наверное, невозможно, но показать им, что мудрость – это что-то очень ценное, красивое, это то, чему следует жизнь посвятить, что в этой жизни станет опорой, то, наверное, можно за них быть хотя бы немножко спокойным. Не покидай мудрость, и она сохранит тебя, люби ее, она бережет себя. В чем начало мудрости? Да, хорошо сказать мудрость, мудрость, мудрость. А где, где, как? Обретай мудрость, чтобы ты не копил, накопи разумения. Будешь копить деньги, женщин, удовольствие, вино, впечатления, поездки. Я не знаю, что мы копим в этой жизни, много чего копим. Сейчас еще есть хобби всякие, да, вот собирают монеты, марки, значки. Но мудрость при этом пусть будет, да, то есть не просто живи в поисках впечатлений, ощущений, переживаний, а собирай крупицы этой мудрости. Тоже пока очень такой абстрактный совет. Оцени мудрость, и она вознесет тебя, прославит тебя, если ты обнимешь ее. Великолепный венок на главу возложит, принесет тебе сияющий венец. Хм, ну здорово, а как опять-таки? Парень, может быть, уже немножко заинтересовался, да, пап, я понимаю, что ты обо мне заботишься. Выслушай, сын, и прими мои слова, и продлятся годы твоей жизни. Путь мудрости укажу тебе. Направлю дорогой прямой. Пойдешь, не собьется шаг, если побежишь, не споткнешься. Держись этих правил, не отступайся, храни их, ибо в них твоя жизнь. Ну да, длинное предисловие. И где же правила? Самое главное. Ни дорогу нечестивых не вступай, не следуй по пути злодеев. Сверни с него, не ходи по нему, пройди мимо, ступай стороной. Точно так же, как псалтир начинается, да, блажен муж, который и дальше. Отказ от сообщества нечестивых, наглецов, разбойников, да, так и здесь. Первое действие мудрости – отказ от, ну, бандитизма, это было уже в первой главе, вообще вот от всякого соучастия в насилии. Ведь им не спится, если не сотворили злодейство. Глаз они не сомкнут, если кого не погубили. Ведь питаются они злодейством, как хлебом, и пьют насилие, как вино. Но вот тоже не просто они злодеи, наверное, любой человек в жизни совершает несправедливости, обиды творит, да. Ну, к сожалению, бывает минутный порыв гнева, там какая-то, не знаю, раздраженность, какой-то неудачный день, мы выплеснули свою злобу. Это не совсем то. Вот когда мы не можем, не мы, слава богу, когда кто-то не может без этого, да. Вот когда он глаз не сомкнет, если кого не погубил, когда для него насилие становится хлебом и вином. То, что его насыщает, удовлетворяет, и то, что его пьянит, это насилие, да. Путь благочестивых, как свет зари, что разгорается с приходом дня. Заря – это же сначала такая розовая полоска на небе еще, темно, еще ничего не видно, но она постепенно проявляется, очень скоро будет яркий свет, да. А путь нечестивых во мраке, неведомо им, где споткнуться. Тоже понятно, да, вот мрак, он светом не становится. И нечестивец – это человек, который просто не видит ничего. Вот благочестивый, он видит все не сразу, но для него есть вот этот свет, который разгорается постепенно. А нечестивец от света отказывался он во тьме постоянно. Пока довольно мало конкретики, но тут же наш рассказчик-отец вновь и вновь уже взывает к своему сыну. «Сын, прислушайся к моим словам, крича моим, будь внимателен, да не ускользнут они от себя, сохрани их в глубине сердца, ибо станут они жизнью для того, кто обрел их, будут для плоти целительны». Вот он снова, его упрашивают, не буду даже повторять комментарии. А вот смотрите, что в первую очередь? Оберегай свое сердце, пуще сокровищ, потому что оно источник жизни. Это не совет кардиолога, хотя, наверное, и кардиология здесь тоже будет иметь какое-то местечко, а скорее сердце как вместилище чувств и мыслей. Да, вот древнееврейский язык, он в сердце помещает все это. То есть не просто от действий воздерживайся, а вот свою внутреннюю личность, идентичность оберегай. «Отвергни лживые слова, лукавство от уст своих гони». «Не будь лживым и лукавым», да, то есть вот все начинается с этого. «Пусть глаза свои смотрят прямо, пусть будет взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу, и все пути твои будут безопасны. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, сторони зла». То есть прежде чем говорить о конкретных действиях, они скоро появятся. Принцип «береги сердце и ступай прямо». Ложь – то, что заставляет тебя блуждать в этой самой тьме, да, то, что тебе самому не дает увидеть, где ты находишься. И поэтому прежде всего будь честен с самим собой. Ну, а что конкретно, прочитаем дальше.